Чаров и Андрей Копылов. Встречайте. Расмеши свежного, рассмеши меня, рассмеши меня. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Про кого я забыл? Сергей Усик. Сергей Усик. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ребята, сразу у меня вопрос. Самый смешной случай в вашей жизни, кроме рождения. Написали, поездка в Волчевск. Волчевск, как правильно? Волчевск. Волчевск. Где это? Ну, у меня такой вопрос все время. Ну, это Луганская область, но случай был не в этом. Просто вы когда-нибудь ночевали в общежитии троллейбусного депо? Конечно. Мы с Михаилом каждую субботу. Мы вообще родом оттуда? А. Из троллейбусного депо. А у меня там дача. С видом. На Сайлент-Хилл. Я вам от души желаю удачи. А вот что желает вам Михаил? Я желаю вам, знаете, удачи тоже, ребята. Спасибо. Спасибо. В вашем распоряжении 60 секунд, чтобы рассмешить комиков. Начали. Миниатюра «Лось и ветер». Неплохо. По-моему, неплохо. Ну, или так. Теперь представьте себе самая добрая старшая сестра. Вот. И больше в песок не роняй. Доктор Хаус во время осмотра в поликлинике. Доктор, я думаю, вам стоит поправить. Ой. О, а так действительно лучше как-то ходить. Клуб анонимных алкоголиков где-то в Германии. Здравствуйте, меня зовут Юрген, мне 25 лет и я алкоголик. Красава! Смех комиков стоит одну тысячу гривен. Вы заработали эти деньги. Я поздравляю вас. Ура, здорово. Ну, если смешно, мы вот одновременно с ним засмеялись. Совершенно верно. Где есть юмор, там мы и смеемся. Вы заработали одну тысячу гривен. Продолжаем. Хватит ли вам смелости, чтобы продолжить выступление? Конечно. Да, конечно. Мы же с Кирбаса, идем мы. Я хочу напомнить, что если вы не рассмешите комиков во время следующей минуты, то вы потеряете тысячу гривен, которые уже заработали. Ну, а что же делать? Мы готовы. Да. Готовы? Да. Ну что же, я могу пожелать вам удачи. Самое лучшее из того, что у вас есть, выплесните на нас, пожалуйста. Хорошо? Да. Начали. Клуб анонимных алкоголиков где-то в Германии. Здравствуйте, меня зовут Юрген, мне 26 лет и я алкоголик. Красава! Меня зовут Йохан, мне 30 лет и я алкоголик. Вот это откровенность. Не помогать? Добрый день. Меня зовут Николай. Мне 15 лет, я украинец. Смех Михаила Голустяна обходится ему 5000 гривен! У вас в кармане 5000 гривен. Вы хотите продолжить ваше выступление? Естественно. Не буду вам мешать. Начали. Друзья, не секрет, а первоклассник, который возвращается 1 сентября домой. Так я не поняла. Ты что, пил? А шо, не видно или... У вас в кармане 10 тысяч гривен. Это уже здорово. Сколько еще вы будете смеяться над шутками про алкоголь? Я бы взял деньги и купил полкривого рога на их месте. У вас в кармане 10 тысяч гривен, кстати, немаленькие деньги. Да. Что намерены с ними сделать? Найти работу, мы безработные. Ну, на все деньги, наверное, купим газет с объявлениями и найдем работу. Вы можете потерять все за одну минуту, а можете удвоить ваше состояние. Что вы выбираете? Второй вариант. Да. У вас есть одна минута, чтобы рассмешить комиков. Готовы? Да. Начали. Так, я не поняла, ты что, пил? А шо, не видно? Из каких-то пор в школе наливают? Да я сам в шоке, мать. Видел бы тебя сейчас папа? Мне в Ватикане ловить нечего. И с кем ты пил? Я отвечу метафорой, табурет-свисток. Не поняла. Трудовик физру. И кто ты после этого? Скотина, я зарплату пропил. Какую еще зарплату? Мизерно, она у трудовика не ахти. Ни для кого не секрет, что бензин растет с каждым днем. Итак, представьте, 2030 год, АЗС. Здравствуйте, мне бы бензинчику. Вам себе или на подарок? Ну я шоу-мажор, конечно, на подарок. Хорошо. Пс-пс. Вот, 76-й. Какая-то польская бодяга. О, да вы гурман. М-м-м. Пс-пс. 92-й. Уже лучше? Почувствуйте этот цитрус. М-м-м. Альпийская свежесть. Селите далеко, в горах виднеется Человек-паук. Нет. О, доброе. Так, забираем. Да. Феноменально. Им удается сорвать неплохой банк. Смех Владимира Зеленского стоит нашему шоу 20 тысяч гривен. Браво! Думаете, это смешно? Дуже. Добрый шоу смешить и треба. Не желтого. Ну, молодцы. 20 тысяч гривен. И что, я слышал, кто-то из вас обронил. Берем? Что? Возьмем. Берем, конечно, да? Берем. Берем. Возьмем деньги, но номер доиграем. Поедем покупать Кривой Рог. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ с нашей стороны. Знаете, я вам что скажу? За всю историю нашей программы была только одна пара, которая смогла выиграть 50 тысяч гривен. То есть забрать, сорвать банк. Вы можете войти в историю нашего шоу. Мне кажется, вы здесь именно ради этого. Вы смогли рассмешить двух великолепных комиков. И можете сделать это снова. Почему не испытать судьбу? Вы можете выиграть 50 тысяч гривен. Мы заберем деньги. Мы заберем деньги. Деньги. Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что у вас все очень здорово получается. И я верю, что вы можете рассмешить комиков. Я думаю, что студия не даст мне соврать. Когда человек не очень хорошо удается смешить, я говорю ему правду. Заберите деньги и уходите. Вы можете рассмешить комиков за следующую минуту и заработать более чем в два раза. 50 тысяч гривен. Меня не шепили, а змеи-искуситель. Да. Змеи-искуситель. Мы заберем деньги. Адам, одумайся. Это что, мы типа елы получили? Итак, ребята. На одной чашу весов благословление комиков и 50 тысяч гривен. На другой жалкие бумажки. 20 тысяч гривен. Что вы выбираете? Жалкие, жалкие, жалкие бумажки. Пожалуй, заберем. Да. Поздравляю. Спасибо. Размеши свечного. Сделай, чтобы парень напьянный. Размеши свечного. Парень по столу не проявляйте. Размеши свечного. Пусть на мой жалководки. Размеши свечного. Но только не использую щекотки. Я думаю, мы сделали правильно абсолютно. Мама, я еду домой. Могу опять не устраиваться на работу. А у нас есть деньги. Опа. Спасибо.